Мы начали снимать, и со мной Каролина. Но на самом деле это ее канал, так что она сейчас будет говорить. Сегодня Ираклий переехал в Минск. И я очень рада его видеть. И на самом деле, я не знаю, почувствовала, когда я тебя встретила, что я рада. Да, это так круто, что она меня встретила. Боже, это было очень приятно, потому что я впервые, между прочим, в Минске. Сегодня я буду задавать Ираклию белорусские слова, и он попробует угадать их значение. Да. Конечно, я выбрала особенные слова. Надеюсь, что они покажутся забавными, и надеюсь, что он не угадает. Да, я тоже... Словарик изучал тронуги. Наоборот, наоборот. Я надеюсь, что я угадаю, потому что все-таки я верю в свои филологические способности. Три попытки. Да, окей. Итак, слово номер один. Диван. Это похоже на диван. Но это... А он и есть? Нет. Ой, боже. Я думал, что первый будет легко, а потом мы будем разгоняться. Как еще раз? Диван? Диван. 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 О, мой бог. Ну, согласитесь, наверное, все подумали, что это был диван. Да. Нет. Диван. Будем играть. Типа, с подсказками. Это что-то, что люди именно используют? Ну, это что-то близкое к дивану, к квартире. Ну, это такая прям хорошая подсказка. Я с тобой... Стул. Нет. Сгорела моя вторая попытка, понимаете ли? То есть это, типа, обычно бывает в гостиной, в спальне или на кухне? Да, скорее вот в гостиной, в спальне... В спальне... Спасибо, ребята. Эта вещь, как бы, ну, ты не садишься на ней, не сидишь на ней. Ты можешь потенциально, но как бы неприятно. Два варианта. Можно сидеть на кровати, а можно сидеть на столе. Что-то из этого? Я просто должен сказать мне вариант, и все. Я думаю, это кровать. Это кровать? Нет. Вариант свой. Давай. Ковер. Ладно, следующее. Как? Арбуз. Гарбуз. Опять же, кажется, что арбуз, но нет. Да, кажется, но нет. Арбуз. Ребята, пишите в комментариях ваши предположения пока что. Это овощи. Овощи. Помидор. Растет в огороде, нет. И уже одна попытка. Растет на грядке, растет на грядке. Я делаю супчик, когда я снял. Подождите. Это что, тыква? Да. Хмара-чосы. Какая-то, всегда ты говоришь, вау, какие хмара-чосы. Хмара-это туча. Нет, кстати, не стало легче на самом деле. Я так планировала. Это что-то. Что-то, что сотворил человек. По сути, хмара-чосы. Ну, типа, чешет тучи. Ну, вот как-то так. Может, ты поймешь? В коготке? А, я могу подсказать? Что? Чешет тучи. Ну, типа, а вдруг, вот так, шерстяные, шерстяные, как тучи, и они прямо чешут твое тело. Ну, я могу дать прям очевидную подсказку. Но вот что-то ты приезжаешь такой, вау, вот в Америке. Вот очень часто. О, боже, небоскребы. Чешет тучи. Я не знаю, кто придумал эти слова. Быстро. Это не то, о чем все подумали. Не только я. Может, может и то. Я не знаю. Нет, на твоем канале вряд ли было бы то. Это как бы связано. То, о чем все подумали. Это как бы подсказка. Это не значит, что это то же самое, но это как бы... Что ты в мужском роде? Нет. Мне кажется, в женском. Ну, ладно. То есть, это связано с телом, но это не то, о чем ты подумал. И оно применимо больше к животным. То есть, оно есть и в человеке, ну, типа, можно сказать так, но оно больше на животного рассчитано. Вау. Я бы хотел сказать, пупочек, а потом подумал, нет. Нет, не буду. Нет, не, не, это не была моя сейчас попытка. Опять же. Лапка? Нет, ну вот что-то... Вот ты прям в том направлении мыслишь. Хвост. Так, ну ты что, попытку свою тратишь? Нет. Ну так, ладно, будем мыслить логически. Давайте, ребят, вместе со мной. У человека нет хвоста, хотя мог бы быть, потому что вот признанно, как бы, ближе к лапке. Окей. Но это не лапка. Ближе физически, но оно вот что-то вот... Вот ты словил лапка, и оно примерно так же звучит, типа... Мило. Мило, да. Мило, да. Мило, да. Окей, окей. Окей, я знаю. Мордочка. Ну да. И, ну, говорят, что какая пыска, вот, не знаю, собачья. Ну, то есть, пыска это мордочка. Ну да. По-моему, это, по-моему, достаточно странно. По-моему, это пыски. Да, пыски. Как бы моя пыска. А, моя... Ладно, шучу. Это было смешно, что-то. Это вообще прям... Такая тонкая. Какое красивое небо. Смотри, там паскорно, а тут крутое. Сдыхлик не умеручи. Еще раз. Сдыхлик не умеручи. Во-первых, что мне кажется, Сдыхлик? Это какой-то чувак слабый, да? Ну да. Очень слабый, да. Ну вот. Может, Каще бессмертный? Да, блин, я думал, это сложно. Кастрышник. У меня первое солнце. Но нет. Какая? Костюм? А-а-а. Я так и подумал, что это неправильное направление. В очке от Иракли. Ну, в общем, мне кажется, это профессия человека, да? Ну, типа, он это делает. Да, это может быть. А, понятно. Но мне просто кажется, что на окончании Ик, это значит, человек, который что-то делает. Типа, сварщик. До встречи. Нет. Ну, вообще прикольно, хорошая логика. Это может быть просто предмет, типа, кастрюля. Нет. Это название чего-то. Как какао. Да, примерно так же. Только не напитка, не какой-то такой вещь, а более, наверное, абстрактный. Это очень СССРовское слово такое. Ну, то есть, можно было его слышать. Немножко в другом контексте, чем я сейчас имею в виду, но... Да, оно такое, вот, к советскому времени относится. Ну, блин, ковры уже были. У нас еще есть кинотеатр, который называется Костерышник. Здесь такое слово, которое везде пикает. И, кстати, есть... У нас есть кинотеатр «Ударник». Это что-то такое похоже? Нет. Но мне кажется, что у вас есть что-то такое красное, и... О-о-о-о-о! Блин! Господи, это так еще месяц называют, да? Октябрь. Красный октябрь. А что у вас красный октябрь? Кинотеатр? Станцией утра? Нет. Красный октябрь у нас фабрика. Где производят шоколад. Ну, точнее, там раньше производили именно на том красном октябре, а теперь там места всякие крутые. Да, вот, наверное, как раз Кирилл там был. Шкарпетки. Мне первое остаться с тапочками. Но вряд ли они. Ну, нет, ну, очень близко. Да. Носки? Да. Да ладно, должен же ты выигрывать иногда. Ковун. Ковш? Нет, я не знаю. Ладно, давай. Это ягоды. Фрукт ягод. Ковун. Самое, вот, прям, простое, первое, что ты подумал на другой стол. Да, да, да. Первое, я сказал, точно был не арбуз. Это мы даже не рассматривали как вариант, если что. Или это все-таки? Что? Мы не рассматривали арбуз как вариант тогда? В смысле? А-а-а. Ну, не знаю, у меня есть. Все-таки, Ковун это... Ковун это арбуз. Арбуз. Последняя битва. Кей. 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 Может быть, это очень легко? Не знаю. У меня остаться с бильярдом. Ну, типа... Но нет. Я не предполагаю. Я просто такая первая остаться. Но это не может быть легко, если это не вот эта вот штука. Но это не вот эта штука, нет. Ну, клуб это либо. Но это слово переводится, то есть оно у нас обозначает что-то. Прямо определенное слово, так что угодно. Окей. Почему я не взяла заряд? Да ну-ка, давай тоже. Я вообще не знаю. Ну ладно, палка. Не так. Иракли, есть ли положение? Ну смотри, раз про тот кей, который я подумал, он похож на палку, то может быть это палка. Да. Да? Очень круто. Спасибо, Каролина, что научила меня белорусский словам. Теперь я буду размолвать на мове. Да. И это круто. Спасибо большое. Мы, кстати, на мой канал тоже сняли видео. Мы говорили о том, как спонтанно путешествовать, так что... Ничего не сняли. Но все равно. Нас снимем. Ладно. Возможно. Возможно, я уже настроен. Сейчас, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравились слова. И что это на самом деле было весело, интересно и познавательно. И что когда вы приедете в Беларусь, если приедете, то вы будете знать, что такое хотя бы кастрюшник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok